МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прилетели. Кто ответит за обрушение трапа в Барнаульском аэропорту? Здесь не место, кому выгодна неправильно припаркованная машина. На мокром месте, когда жители Барнаульской многоэтажки дождутся переселения или ремонта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Итак, следователи возбудили уголовное дело по факту падения шестерых пассажиров с трапа самолета авиарейса Барнаул-Москва сегодня утром. Из-за обрушения конструкции трое госпитализированы. Одному из них, возможно, понадобится операция. Анастасия Дороган продолжит. Стоим в центре этой площадки. Она чуть-чуть проседает и резко опускается вниз. Ну, то есть, я каким-то образом вот так расперся, все люди упали вниз. С ЧП начался первый за шесть лет отпуск Сергея. Это посадка. Несколько человек на площадке перед салоном. Секунда и трап складывается. Сергей говорит, чудом удержался наверху. Его супруга в этот момент лежала под лестницей. Из-за карантина в палату съемочную группу не пустили. Поэтому, пока Дарью обследовали врачи, Сергей рассказал, произошедшее стало неожиданностью для всех. Сотрудники аэропорта были растеряны настолько, что даже организовывать помощь жене Сергею пришлось самому. В итоге нам вручили каталку. Мы самостоятельно дорулили до медпункта. Спрашивали, вы будете продолжать полет. То есть, как бы, мы, скажем так, в какой-то момент сомневались. Но потом стало понятно, что, как бы, лететь физически просто невозможно. Для сравнения, упасть с трапа самолет – это примерно то же самое, как если бы я с этой площадки прыгнула вон туда. Только если бы я прыгала, то я бы успела подготовиться, сгруппироваться, чтобы получить меньше травм. А для барнаульцев это было полной неожиданностью. Плюс на кого-то упали сверху. Люди рухнули примерно с пяти метров. Госпитализировали троих. Сейчас врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. У всех пострадавших локальные повреждения костей скелета не, как говорится, опасные для их будущей работоспособности прогнозы, не грозящие им инвалидизацией. Еще троих пассажиров осмотрели на месте. Медицинская помощь не потребовалась. Самолет в Москву вылетел на полтора часа позже запланированного. В аэропорту тем временем ведут свое расследование. Причины происшествия называют техническими. Примерно могу сказать, что это разрушение узловых конструкций на этом трапе. Я связываю это с износом некоторых конструктивных частей. По словам директора, трапы осматривают регулярно. Площадку, которая обрушилась, капитально ремонтировали около семи лет назад. Срок эксплуатации трапов с происшествием Виталий Архипенко связывать не стал. Сейчас все трапы этой конструкции пока использовать не будут. Они проходят ДОП-обследование. Руководитель принес извинения пострадавшим и заверил, что им окажут поддержку в лечении, реабилитации и покроют издержки. Западно-сибирское следственное управление по транспорту возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Пока все пострадавшие находятся в больнице. Одного из них, возможно, из-за перелома со смещением ждет операция. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости. Ленточные бары Алтайского края выделят в отдельный лесной район. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко. Сегодня в Москве прошло специальное совещание с участием министра природных ресурсов и экологии страны Дмитрием Кобылкиным. Совещание посвятили сохранению лесного хозяйства. Также в нем приняли участие зампредседателя правительства Александр Лукьянов, министр природы региона Владимир Попридухин и заместитель председателя краевого законодательного собрания Сергей Серов. Он сообщил, что в первую очередь работа начнется в нормативно-правовой базе. Статус «Лесной район» определит новый порядок регулирования, а на территории выделят особые участки, которые будут усиленно охраняться. Пересмотрят и норматив на вырубку леса. 500 тысяч кубометров ранее готовилось, потом в связи с снижением возраста интенсивность рубок возросла. Миллион триста сегодня в ленточных барах хвои готовится. И наука говорит, что объем рубок не должен превышать 900 тысяч кубометров. Сейчас в ленточных барах края создано 15 особо охраняемых природных территорий. А через несколько лет к их числу добавится еще три памятника природы площадью в 13 тысяч километров. Припарковался под запрещающим знаком, заехал на тротуар или встал на пешеходном переходе, и машину эвакуировали через пять минут. Такая ситуация знакома многим водителям. При этом автовладельцы рады бы не нарушать правила дорожного движения, но выбора иногда нет. Парковок в городе просто не хватает. Вот и приходится бросать авто, рискуя, ну а потом платить немалые деньги. Ценник за эвакуацию в Барнауле, говорят, зашкаливает. Кто контролирует этот бизнес и сдерживает цены на услуги, выясняла Валентина Аскерова. Дождитесь сотрудников полиции. За месяц это видео посмотрели миллионы человек. Мало того, что водитель припарковался в неположенном месте, так еще и нарушил закон, дерзко съехав с эвакуатора. За это мужчине грозит штраф или арест на 15 суток, а ведь он просто хотел вернуть свою машину, не оплачивая услуги эвакуаторам. С героем ролика солидарны многие автолюбители, кто уже попадал в подобную ситуацию. Среди них Барнаулец Алексей Креницын. Накануне Нового года он припарковался под запрещающим знаком. 31 числа я приехал поздно вечером в 7 часов и поставил машину вот на это место, так как оно единственное было здесь свободное. И мне удобно, что его с окна видеть. Ну а 1 января, выйдя в 7 часов вечера, машины уже не было. Машину эвакуировали. Почти 7 тысяч рублей ушло на оплату штрафа, услуги эвакуатора и место на штрафстоянке. А еще полдня, чтобы забрать авто и утрясти все вопросы с документами. Да, это, честно говоря, бизнес, потому как я узнавал, мой автомобиль, если он сломался и вызвать эвакуатор, это будет стоить 1200. А они же за это берут, когда милиция вызывает эвакуатор, они берут за это 2500. В Барнауле официально работают две частные организации, которые занимаются эвакуацией автомобилей. Делать это можно только в присутствии сотрудника ДПС. Самостоятельно эвакуатор не может забрать автомобиль. Инспектор ДПС обязан выписать акт задержания транспортного средства. После этого только совершается эвакуация. На этой штрафстоянке сейчас 13 машин. Чтобы забрать свое авто, нужно оплатить услугу эвакуатора. Стоит она 2500. А если суммировать сумму за все 13 машин, то получится приличная сумма. Почти 33 тысячи рублей. В месяц это почти миллион. Но владельцы говорят, тариф установила администрация города, и он даже занижен. Примерно 50% идет на топливо и на зарплату водителям. Потом пошли налоги, пошли на ремонт автомобилей деньги. И в результате остается, ну, можно держаться на плаву. Но яхту я себе не куплю. Если машину погрузили в спецтехнику, которая еще не тронулась, то услугу эвакуатора оплачивать не нужно, предупреждают юристы. Автомобиль обязаны вернуть хозяину, а тот просто переставить ее на другое место. И правильно заполнить документ. Составлен протокол, в котором делается отметка о том, что я готов устранить на месте. Делается это для чего? Потому что люди зачастую говорят это на словах. И некоторые сотрудники ГИБДД у нас злоупотребляют данным правом и увозят на эвакуаторе транспортное средство. А проблемы доказывания в суде, то есть отсутствует какие-либо материалы, видеозаписи, отметка в протоколе, что был готов устранить на месте. И сотрудники смело говорят о том, что он не предлагал, не захотел устранить на месте. Избежать проблем с эвакуаторами можно. Достаточно просто не парковаться под запрещающими знаками. Но людям приходится рисковать. Парковочных мест в городе, особенно в спальных районах, не хватает. Например, в доме, где живет наш герой Алексей, почти 600 квартир и всего 120 парковочных мест. И все они заняты. Но зато есть 10 мест для инвалидов, которые почти всегда пустуют. Под чутким взглядом эвакуаторщиков. Валентина Аскерова, Николай Шилко, Андрей Печоркин. Наши новости. Полный букет. Холод, сырость, плесень. По швам расходится фасад. С потолка сыплется штукатурка. Жители Барнаульской многоэтажки, построенные еще в сталинские времена, капитального ремонта ни разу не видели. Рассказывает Андрей Дреер. Он может зайти снять. Там вся штукатурка опять отваливается. Сколько можно денег валивать на этот ремонт? Екатерина уже не может сдерживать эмоции. 8 лет назад она купила эту квартиру в доме на Тимуровской 62. Теперь одни проблемы. Постоянная чистка, побелка, замена обоев, утепление. Можно только представить, как на одной Екатерине зарабатывают строительные магазины. А раньше зарабатывала она, сдавая площадь в аренду. Хотя когда я ее покупала, здесь жила, тут было просто сафари. Тут жара была, тут дышать нечем было. Постоянно окна открытые были. Но Екатерина хотя бы может жить в другом месте, сдавая в аренду старую квартиру. А вот соседям бежать некуда. 31 января я родила ребенка. Она у меня пока сейчас в больнице лежит. Год забирать мне надо. У меня дома больше 16 градусов не поднимается температура. Когда приехали мы, морозы уже спали. Температура в квартирах поднялась до 19 градусов. Но даже такой режим комфортным не назовешь. В чем сейчас проблема? В том, что не топят. Вот стена промерзает. Вот она все время промерзает. Вот видите, потолок даже ободрали, что плесень была. Гордину все снимали. Итак, с первого и по четвертый этаж. Во всех квартирах. Сырость, холод, плесень. В подъезде штукатурка валится с потолка. Съемочная группа буквально на расхват. Начинаем снимать одно. Как выясняется, есть проблемы и поважнее. Там, наверное, с подвалом там плавает. И оно действительно плавает, поверьте. Из этических соображений показывать не будем. Ой, ну-ка, ну-ка. Это же не должно быть. Чего здесь точно не должно быть, так это туалета в каждой квартире. Жильцы говорят, канализацию прорывает постоянно, потому что здание пережило кардинальную перепланировку. Это бывшее общежитие. Бывшее общежитие. Комна там была, мылись все. А сейчас вот понагородили вот этих стояков. И оно не работает как надо. Вот они все получаются. Забиваются везде. Весь ворох этих проблем жильцы перекладывают на управляющую компанию «Фаворит». Вместе с Екатериной отправляемся в офис, где нас, конечно же, не ждут. А здесь руководитель ваш, подскажите, пожалуйста. Ну, сейчас обед. Его сейчас нет? Нет. А когда появится? После обеда. Руководитель оказалась, как ни странно, на рабочем месте. И нисколько не удивилась нашему появлению. В настоящий момент готовятся документы на признание дома аварийным. Потому что в эту зиму, как никогда, действительно начали промерзать стены. Дом достаточно старый. Долг жителя этого дома – миллион рублей, рассказала директор управляющей компании. Поэтому ремонтировать не на что. Но ремонтировать и не должны, объясняет юрист по жилищным вопросам Дмитрий Лебедь. В полномочия управляющей компании не входит проведение работ по капитальному ремонту дома. Также, возможно, реконструкции. Данные полномочиями обладают у нас, получается, именно рекоператор Алтайского края. Либо собственники могут нанять иную подрядную организацию. Получается, у жильцов дома на Тимуровской выбор невелик. Нанять подрядчиков и самим начать ремонт дома. Или провести экспертизу и подать документы на признание его аварийным. А таких в Барнауле сейчас несколько сотен. Так что очереди на расселение жильцам снова придется подождать. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. Наши новости. Всю эту неделю на Алтае продолжаются памятные мероприятия в честь 30-летия завершения Афганской войны. Накануне в концертном зале «Сибирь» чествовали воинов-интернационалистов, а также членов семей, погибших в локальных конфликтах. Илья Кочетков подробнее. Десять огненных лет. Афганская война стала последним крупным военным конфликтом, в котором принял участие Советский Союз. Больше трех с половиной тысяч уроженцев Алтайского края прошли через горнила Афгана. Из них 153 погибли. Трое удостоились звания Героев Советского Союза. Среди них пилот Константин Павлюков. Он получил награду посмертно. Его мать Светлана Павлюкова рассказывает, о серьезности боевых действий поначалу просто не знали. Никто не рассказывал, что они в Афганистане, что там плохо, что там трудно. Только все хорошо. И это по всей стране такое было. Единственное, что ребята, вот у меня были письма такие от матерей, они писали, вернусь, за каждую крошку хлеба буду очень наказывать. Было тяжело когда-то они в горах окружены или что. 15 февраля 1989 года. Десятилетнее противостояние, которое официально так и не было признано войной, закончилось. В этот день последний советский военнослужащий пересек пограничный мост через реку Пянш. Для солдат закончилась война, но начался другой период осмысления тех событий, который не завершился до сих пор. Как говорят некоторые люди, была ошибка, что мы зашли туда. Но еще большая была ошибка, что мы вывели оттуда войска. Памятная медаль в честь 30-летия вывода войск из Афганистана получила несколько сотен ветеранов. Также были вручены награды Российского союза ветеранов Афганистана, памятные подарки ветеранам и семьям погибших. В течение этой недели торжественные мероприятия продолжатся, а в пятницу на площади ветеранов в Барнауле пройдет торжественный митинг, в ходе которого участники возложат цветы к вечному огню. Лея Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Барнаулец Дмитрий Гребенников вошел в пятерку сильнейших ледолазов по итогам прошедшего во Франции пятого этапа Кубка мира. Он занял пятое место в категории «Трудность». Вместе с ним за звание лучших боролись несколько десятков спортсменов всего мира. Ледолазание – это разновидность спортивного альпинизма, где участники взбираются по рядовым стенам с помощью специальных топоров и кошек. В России ледолазание приобрело особую популярность в последние 10 лет. Дмитрий Гребенников – известный на Алтае спортсмен, руководитель Краевой альпинистской федерации и один из лучших ледолазов России. Теперь, после небольшого перерыва, ему предстоит участие в финальных стартах Кубка мира в американском Денвере. И в завершении выпуска «Погоде» спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Если повышен холестерин, и вы ищете замену вашему обычному лекарству, «Атероклифит» – натуральное лекарство для снижения холестерина. «Атероклифит» – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, в отдельных районах пройдет снег. Температура днем в Белокурихе – минус 7, 9 градусов мороза в Звененогорске, около 12 ниже нуля в Рубцовске, Бийске и Заринске. В Барнауле возможен снег, ночью 12 ниже нуля, температура днем – минус 9. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире.